МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Дети уже родятся, жить негде. Все с родственниками живем. На квартиру родственники давали. Ну и вот так мы 10 лет уже мучаемся. В Ростове-на-Дону обманутые дольщики объявили голодовку. Люди уже 10 лет ждут ключей от квартир. Они лишь имитируют попытки улучшить жизнь населения. На самом деле идет постоянно увеличение налогового пресса на население. Постоянное увеличение тарифов ЖКХ. Вот и наступила зима. Какие изменения нас ждут с 1 декабря и улучшат ли они жизнь россиян? Там, собственно говоря, сохранена практически вся та обстановка, которая была. И поэтому вернуть экспозицию не составляет труда. Это только зависит от решения властей и директора Кривейческого музея. В Новосибирске был ликвидирован дом-музей Кирова. Местное отделение КПРФ и жители города выступают в защиту объекта культуры. Без вида на будущее. В Ростове-на-Дону обманутые дольщики объявили голодовку. Более 60 человек намерены ежедневно пикетировать 10-летний долгострой на баррикадной улице. Подробнее расскажет Кирилл Гуцков. Недостроенная жилая многоэтажка на баррикадной улице в Ростове-на-Дону стала площадкой для очередной акции протеста обманутых дольщиков. Люди 10 лет ждут ключей от квартир. Чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме, отчаявшиеся дольщики объявили голодовку. Они развернули у ворот долгостроя круглосуточный палаточный пикет. Мы еще в первую очередь покупали квартиру. 10 лет назад дети уже родятся, жить негде. Все с родственниками живем. На квартиру родственники давали. Ну и вот так мы 10 лет уже мучаемся. Недострой на баррикадной 24 стал примером вопиющего двойного обмана. Сначала частных инвесторов обобрал застройщик, а потом еще и госструктура, созданная для решения проблемы под гарантией губернатора области Василия Голубева. Областная компания «Застройщик» обязалась за деньги дольщиков второй очереди достроить дом для первоочередников. Но и эта фирма была объявлена банкротом. Так количество обманутых удвоилось. Вот объясните мне, сколько нужно законов, чтобы они работали. У нас есть 214-й ФСЗ. Кстати, строительство велось по 214-му ФСЗ. Это было еще одно из гарантий. А сейчас оказалось, что он не работает. Это уже вторая голодовка на баррикадной. Еще летом ростовские обманутые дольщики устраивали многочисленные акции. В ответ городские и областные власти создали некий оргкомитет, пообещали принять специальный закон о страховании ответственности застройщиков и даже заводили речь о достройке домов. Но дальше обсуждений дело не пошло. Главного итога возобновления строительства не было ни по одному из 27 ростовских долгостроев. Вчера нас позвали на встречу. Но эта встреча носила такой характер, как «Зачем вам это надо?» И ни один дом с помощью голодовки не достроился. Более того, на встрече с обманутыми новоселами на вопрос о судьбе их денег, вложенных в строительство, один из чиновников ответил, цитата, «Они рассосались». Между тем, для сдачи дома на баррикадной требуется сравнительно небольшая сумма – 155 миллионов рублей. Но подрядчики не берутся за объект. Мы нашли инвестора, который пошел по всем кабинетам нашей доблестной администрации, вернулся оттуда, отдал нам документы и сказал, нет, ребята, без меня. Понимаете, мы при рентабельном доме, мы неинтересны. Почему? Строители-мошенники к ответственности не привлечены. Дольщики намерены в течение двух недель ежедневно пикетировать стройку на баррикадной. Всего в акции протеста примут участие более 60 человек. Кирилл Гуцков, Красная линия. Тихо и без лишнего шума. В Новосибирске был ликвидирован филиал Краевеческого музея – дом музея революционера Сергея Мироновича Кирова. Местные отделения КПРФ и жители города выступили в защиту объекта культуры. Как развивались события, расскажет Алексей Шабалдин. Новая стратегия развития музея была принята еще несколько лет назад. Она обсуждалась на общественном совете по культуре при губернаторе и была одобрена. И уже тогда, несколько лет назад, мы говорили, что на самом деле существует трагическая историческая ошибка. У нас есть мемориальный музей Кирова, который не соответствует никакой правде. Дело в том, что в этом доме Киров никогда не жил. А жил в этом доме не менее известный революционер для Новосибирска или Новониколаевска – Петухов. Дом музея Кирова был ликвидирован по решению Министерства культуры и руководства Новосибирского краеведческого музея. На его месте была открыта городская усадьба Новониколаевска. О революционной деятельности Александра Петухова здесь напоминает лишь несколько экспонатов. А все вещи, связанные с деятельностью Кирова, и вовсе были убраны в хранилище. Вещи музейные никогда не остаются в хранилище навсегда. То есть у музейных вещей всегда есть ротация. Конечно, они будут экспонироваться. Но сначала, несколько лет, их нужно привести в порядок. И потом, надо не забывать, есть еще вещи Кирова, которые давно лежат в хранилище, которые не показывались. Не показывались, например, здесь. Но мы их показывали на других выставках. Коммунисты провели целую серию пикетов и митингов против ликвидации дома-музея. Они призывали к ответственности директора Андрея Шаповалова, требовали убрать новую экспозицию и вернуть все экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью Сергея Кирова, на прежнее место. Я считаю, что это вполне выполнено, потому что сама экспозиция ее сохранили. Она не уничтожена. И поэтому ремонт, да, там сделали. Но там, собственно говоря, сохранена практически вся та обстановка, которая была. И поэтому вернуть экспозицию не составляет труда. Это только зависит от решения властей и директора Кривеческого музея. Третья по счету акция протеста прошла 1 декабря, в день убийства Сергея Мироновича Кирова. На пикет вышли не только представители КПРФ, но и комсомольцы. Их ждали хорошие новости. Вчера на сессии законодательного собрания депутаты фракции КПРФ задали вопрос министру культуры Решетникову. Ну, в связи с чем был ликвидирован музей Сергея Мироновича Кирова. На что он ответил, что экспонаты находятся на реставрации. Вот музей вернут, то есть экспозицию вернут. Вот, все, спокойно, не переживайте. Ну, посмотрим, сколько стоит слово министра. Получасовой пикет завершился возложением цветов к памятнику Кирову во дворе музея. В случае, если министр культуры региона не сдержит данное им слово, члены КПРФ обещают возобновить акции протеста. Алексей Шабалдин, Рустам Сабанчеев, Красная линия. Суд Владивостока принял решение о заключении под стражу сроком на два месяца бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В начале ноября стало известно, что Усольцев уволился по собственному желанию. Коротко о других новостях в стране. Окончательную редакцию обвинения Дмитрию Захарченко предъявят в январе. Об этом сообщает ТАСС. На данный момент бывшему полковнику инкриминируются четыре эпизода взятки, а также превышение должностных полномочий и воспрепятствование правосудию. Госдума примет постановление о запрете посещать Нижнюю палату всем журналистам американских СМИ. Об этом заявила глава Комитета по регламенту и контролю Ольга Севастьянова. Данная мера станет ответом на решение властей США лишить аккредитации журналистов Russia Today в Конгрессе. В Мегафоне оценили затраты на реализацию закона Яровой. В компании заявили, что сумма может составить порядка 40 миллиардов рублей. Напомним, что пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи в течение года хранить сведения о фактах передачи информации и данные о пользователях. 1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Согласно опросу в ЦИОМ, большинство россиян считают распространение ВИЧ-инфекции важной проблемой для страны. Отметим, что с 2006 года в России отмечается ежегодный рост числа новых случаев заражения вирусом. С началом календарной зимы россиян ждет целый ряд нововведений, призванных упростить и даже улучшить их жизнь. Власти обещают более прозрачную схему оплаты капремонта и формирования цен на новостройки. Также можно будет оспорить сумму налоговых выплат и получить прямое возмещение ущерба по ОСАГО. Однако, по словам экспертов, эти косметические, по сути, меры не изменят общей кризисной ситуации. Подробнее Георгий Хрисенко. С 1 декабря в России меняется методика расчета стоимости работ по капремонту. Схему обещают сделать понятнее, чтобы люди знали, на что точно идут их деньги. Более прозрачными также могут стать цены на рынки строящейся недвижимости, чтобы было ясно, почему квадратный метр жилья стоит именно столько. Но прозрачнее не значит дешевле. Абсолютно косметические меры призваны лишь создать видимость того, что правительство пытается преломить экономическую ситуацию. Они лишь имитируют попытки улучшить жизнь населения. На самом деле идет постоянно увеличение налогового пресса на население, постоянно увеличение тарифов ЖКХ, продолжает расти цены на продукты питания, на лекарства. Между тем, серьезные проблемы в сфере ЖКХ правительству решить пока так и не удалось. В городах по всей стране, от Калининграда до Владивостока, многие семьи продолжают жить в аварийных домах и при этом платить по несколько тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. Выбирать не приходится. Мы чем отличаемся от Европы? В Европе, если ты живешь в доме и хочешь подключить электричество, у тебя всегда есть 2-3 компании, из которых ты можешь выбрать, тот тариф, который тебя устроит, те услуги, которые они устроивают. У них нет монополизма ни на отопление, ни на тепло, ни на канализацию. Кроме нас. Согласно еще одному нововведению, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Хорошие новости обещают и пассажирам общественного транспорта. Благодаря новой процедуре предрейсового контроля, поездки на нем должны стать более безопасными. Абсолютно очевидно, что вот это великое множество законов и имитация работы депутатов Государственной Думы, загрузка их большим количеством этих законопроектов, увы, сегодня никак не отражается на положении наших граждан. На деле транспортные проблемы далеко не решены. Этим летом под эгидой КПРФ прошла одна из самых массовых за последнее время всероссийских акций протеста. В ней приняли участие в том числе и дальнобойщики, недовольные работой системы «Платон». Не так давно в два раза вырастарив за проезд фур. До трех рублей шести копеек за километр федеральной трассы. В большей степени проблема создается для частного бизнеса, то есть малого предпринимательства. Тех людей, которые имеют одну, две, три машины, эта петля сразу, она просто задушит перевозчика моментально. Пресловутая оптимизация добралась и до общественного транспорта Москвы. В результате слияния сразу нескольких автобусных парков города в них значительно сократился технический персонал. Урезается и заработная плата водителей автобусов. Две трети российского населения сегодня озабочены тем, как прожить сегодняшний день, как накормить детей, во что их обуть одеть, как направить их в школу. Если нет детского сада, то что делать, чем кормить ребенка. Слово, которым можно охарактеризовать проблемы российского населения, проблема выживания. Заплати налоги и спи спокойно. Но если не успел рассчитаться вовремя, пойдут пение и штрафы. Отныне жители России должны сами следить за своими платежами за квартиру и машину. Если не пришло письмо счастья из налоговой, ответственность все равно на самом гражданине. В качестве приятного бонуса появилась возможность оспорить саму сумму налога и добиваться ее изменения по суду. Однако ясно одно – фискальная нагрузка на граждан будет расти и дальше. Все эти меры хорошо известны, они лежат на поверхности. КПРФ много лет об этом непрерывно говорит. Если вам нужны деньги для того, чтобы обеспечить выполнение социальных программ, деньги лежат на поверхности. Введение прогрессивного налога на сверхдоходы, на сверхбогатых. Введение монополий государственного производства и опытовой торговли спиртоводочной продукции. Люди устали ждать реальных улучшений и никаким новым законам и указам уже не верят. Протестная активность россиян в третьем квартале выросла на 60% по сравнению с началом 2017 года. Только официально за последние месяцы зафиксировано 445 протестных акций по всей стране. Георгий Крысенко, Вадим Ефремов, Красная линия. Международный Олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах биатлонистку Ольгу Зайцеву, лыжниц Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко. Российских спортсменок признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, аннулированы результаты их выступлений на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Коротко о других новостях в мире. Аргентина прекращает операцию по спасению членов экипажа подлодки «Сан-Хуан». Об этом заявил официальный представитель ВМС страны. Он отметил, что поиски субмарины будут продолжаться. Родственники моряков призвали президента Аргентины Маурисию Макри пересмотреть это решение. В Пакистане террористы проникли в здание студенческого общежития и открыли огонь по находящимся там людям. Есть погибшие и раненые. Ответственность за кровавую акцию взяла на себя террористическая группировка Техрик и Талибан Пакистан. На Украине в скором времени пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО Евросоюз. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. Он выразил уверенность, что население поддержит его инициативу. Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не имеет никакого отношения ни к Евросоюзу, Нигната. Император Японии Акихита отречется от престола 30 апреля 2019 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Синзо Абе. Титул императора перейдет к старшему сыну Акихита, кронпринцу Нарухита. В последний раз император Японии отрекался от престола в 1817 году. Хорошие новости перед выходными. Имущество бывшего полковника Дмитрия Захарченко, оно было оценено прокуратурой примерно в 9 миллиардов рублей, будет обращено в доход государства. Пользователи социальных сетей и интернет-изданий гадают, на что же можно потратить такие деньги. К примеру, за 9 миллиардов можно построить больницу, год содержать все дороги в Санкт-Петербурге, ну или обеспечить поход авианосца Адмирал Кузнецов в Сирию. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи!